Искучная плоска, которая является, наверное, одним из самых известных. Продолжение следует... 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 Вообще, тогда политическая деятельность влияет. Ну, и также, у Есенина многое сопострение, посвящённое одиночеству тоже, но которые не имеют. Это регионов. Параллель текстовых, но идей, наверное, весьма схожи. Ермак, Валяв, была два самых известных. «Не жалей, ни зубы, не плачь», «Белла роща золотая», где также говорится о том, что всем об этом видят ленты. То есть, это очень схоже с идеей и мыслей. И вот, опять, обращусь к кушке. Я создала стихотворение, которое скоро стихотворено именно тематически и идейно. Если вы не найдёте методикостовых аналогий, то есть у того, у нас есть абсолютное совпадение идей. Пол Штет, используя её сравнение, сравнивая жизнь с телевизором. Казалось бы, весьма, кто-то с ними даже может грубое сравнение. Но, на мой взгляд, оно очень актуальное и очень точное. Здесь перед вами, вы понимаете, прочитав, что кушке написывает приметы жизни, изначально залетивность. Человек восторжен, увлечён. Но потом он проходит какие-то жизненные уроки и понимает, что жизнь, зачастую, очень рано. Начинает относиться к жизни с телевизором. Он знает, что есть запахности, которые стоят в дистиминации. И, наконец, он смотряется с ними на кости к неравнодушке от телевизором. Понятно, что стихотворение четыре по четыре, строки так. Я считаю, что это не все расчеты. Ну, понятно. Нет, только он надрезный был, конечно. Скабельник. Там многое, 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 там многое. То есть, опять-таки, о чём это можно говорить? Как вы думаете, как это можно интерпретировать фактом? Ну, ау! Ну, наверное, ему было тяжелее их держать, чем... То есть, здесь вы думаете, эмоционально? Мне кажется, что здесь всё-таки, скорее, желание и готовность договаривать до конца. Чего у Пушкина, например, наверное, не было. Пушкин и не даром. Пушкин был героем каких-то таких постмодернистских реконструкций, вот этой самой прогулки с Пушкиным Синярского, да? То есть, Пушкин, он немножко такой постмодернистский, он немножко играющий. И вот, если внимательно прочитать Евгения Негина, там же огромное количество вот этих вот игр, да, с читателем, значит, всевозможные такие проговоры и переговоры. У Лермонтова, в этом смысле, наверное, стиль более сухой, более жёсткий и определённый. Так, ну хорошо, телега жизни, да? И ещё что у вас? Или это всё? Ну, это всё. Закончу тем, что, конечно, все обращались к семье с кислой жизни, даже у Бесеота, если брать эту самую первую мечту, были приятны о том, как жить и зачем жить. Ну, я думаю, некоторые сомнения эти ответы, а некоторые нет. Но я бы хотела вам прочитать секретарение, которое, на мой взгляд, является первым вопросом «Зачем его жена?». Я нашла его в сборной кислоты, я здесь сказал. Человеку надо мало, чтоб искал и доходил, чтоб умелись для начала вдруг ходить и враг ходить. Человеку надо мало, чтоб тропинка подвела, чтоб жена с этим мало, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало, после грома тишину, голубой почёт тумана, жизнь одна и смерть одна. Утром, между газетами, с человечеством родство, и всего одну планету, землю, только и всего, и между звездами, дорогу, да и между скоростями. Это ж существенно много, это ж очень-то пустяк, невысокая, правда. Нигде не стал, человеку мало надо, между домом и дождомом. Экзер Аль-Арминь, пустяк, грижу. Экзер Аль-Арминь, пустяк, геррегу.